Плазентный Господь Друзья, сейчас мы вместе со всем еврейским миром открываем, имеется в виду верующим миром, открываем Тору, конкретно книга Шмот, глава 18, это исход глава 18. Меня впечатляет то, что сейчас происходит по всему миру, это тысячи, десятки тысяч раввинов, комментаторов Торы, они открывают книгу жизни и все на одной странице и говорят, сегодня мы изучаем раздел Торы, который называется ИТРО. Вот, значит, конечно, мы избрали эту часть для себя, мы считаем это правильным, важным и нужным. Вот, конечно, мы немножко по-разному смотрим вместе, скажем так, с иудоизмом на Тору, вот, потому что они смотрят сквозь Синайский закон, вот, а мы смотрим через Ешоа, который есть в Машиах. Мы смотрим на Тору через Ешоа, потому что он сказал, вы читали Тору, да? Вы читали законы пророков, там написано обо мне. И сегодня мы будем читать Тору, сегодня мы будем искать, что написано об Ешоа, да, что он нам сегодня сказал. Итак, глава 18, ИТРО, она названа так потому, что по имени Тестя Моше, значит, мы его знаем как Еофор, значит, а в еврейском мире его имя ИТРО. В ней рассказывается о том, в этой главе в целом рассказывается о том, значит, как были заложены основы организации Божьего народа, рассказывается о встрече Израиля с Богом возле горы Синай, и о том, как Израиль начал получать, значит, как получил декалог, то есть, как бы, сердцевину Синайского закона. А начинается оно все с того, что ИТРО или Еофор, как звали Тестя Моисеева, услышал, что произошло с Израилем при выходе из Египта. Он взял Сепфору, жену Моше, она была у него, взял его двух сыновей и пошел к Моше. Значит, они встретились, вот, и рассказал Моше, это 18 глава, 8 стих, Тестю Своему, обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израилем, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и от каких избавил их Господь. И Еофор радовался всех благодеяния, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Еофор, благословен Господь, который, это говорит священник язычески, благословен Господь, который избавил вас от руки египтян из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов. Чувствуете, да? Паче всех богов. В том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Еофор тесть Моисееву все сожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестью Моисеевым пред Богом. Друзья, что мы здесь видим? Мы видим, как языческий священник, он преклонился пред Богом Моисея. Он говорит, он велик, это действительно тот Бог, пред которым я теперь склоняюсь со всем пониманием. Почему со всем пониманием? Потому что он принес всесожжение. Всесожжение, ну, еще не было закона, но уже очевидно оно было знакомо, что это принцип, жертва всесожжения, это принцип самоотдачи человеку в руки Божьи, поклонения, преклонения перед Богом, полного соединения с Богом. Я верю, что именно здесь это было именно таким образом. То есть, что мы видим? И можно утверждать, что здесь вот в личности Итро, и не зря эта глава, она названа его именем, значит, мы видим связь между еврейским и нееврейским миром. Он стал первым язычником вне Египта, которому послужил Израиль во спасение. С Итро началась священническая миссия Израиля, потому что в 19 главе этого же раздела, значит, мы видим, что Господь говорит, а вы будете у меня царством священникам и народом святым. То есть, вы будете распространять весть всем народам обо мне. И Итро, он был первый, кто услышал эту весть, значит, и он принял эту весть. И еще одна часть произошла здесь, еще одно интересное событие. Он не только принял, но он начал служить еврейскому народу. И на другой день сел Моисей, судит народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал, что это такое ты делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, и весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И сказал Моисей тестью своему, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое-то дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем другим. И объявляю уставы Божии и законы его. Я, кстати, впервые увидел, что он не только судит, что он еще и Тору изучает. Он говорит, мы вот, нам уже, в 15-й главе, нам уже Бог начал давать Тору, и я им разъясняю Тору. Он говорит, ну Тора, конечно, хорошо, но нехорошо ты делаешь в смысле организационном. Давай я тебе дам сейчас совет, и поверь мне, это совет будет от Бога, я это понимаю. И Тору послужил Израилю тем, что он дал совет Моисея, и Моисей принял этот добрый совет об организации. Ну, первый совет, о выделении среды Израиля людей, способных начальствовать и судить. Вот, значит, это важное дело. Кстати, даже не с этого хочу начать. Он первым сказал, ты будь посредником между народом и Богом. Вот, значит, дело в том, что, как бы, есть, ну, иудеи, они обычно говорят, что в еврейской традиции нет, как бы, теории посредничества. Но мы здесь видим, явно видим, что ты будь посредником. А мы знаем, что в дальнейшем Бог сказал Моисею, я поставлю вам другого пророка, да, который будет такой, как ты. И мы знаем, кто он, да, и мы знаем, что есть один Бог, и есть один посредник между Богом и человеками, Ишуа Хамашея. Аминь. Это первое, что мы увидели, значит, это из уст бывшего язычника. Дальше он сказал, значит, об организации, вот, о том, чтобы среди Божьего народа была организация. Вы знаете, это до сих пор, вот, прошло три с половиной тысячи лет, но до сих пор это почему-то свежая идея. То есть периодически в среде Божьего народа возникает идея, значит, сесть в кружок вокруг Ишуа, потому что все священники, мы все теперь равны, да, значит, ну, и вот таким образом, как бы, делать вот такие вот общины. Понимаете, ну, мы знаем, что и в нашей общине, как бы, тоже были, как бы, такие дела. Вот, значит, я не осуждаю братьев и сестер, которые пошли по этому пути, понимаете, потому что каждый из нас имеет право на ошибку. Вот, значит, и некоторым, наверное, хочется, как бы, попробовать эту ошибку. Я лично вот молю Бога, чтобы он меня избавлял от ошибок. Почему? Потому что они крадут наше время, они крадут нашу жизнь, они крадут нашу силу. Зачем это надо? Они крадут помазание. Вот, значит, здесь явно сказано о том, что среди Божьего народа должна быть структура. Она не должна давлеть, но должна быть структура. И мы видим, что эта же, значит, идея, значит, Божьей организации, Божьего руководства, она есть и в Бритхадаша, в Новом Завете. Четвертая глава послания к Ефесянам, она говорит, что и он, Ешо, да, даровал, то есть он не просто поставил, он там в правильном переводе написано, даровал. То есть он как подарил нам, да, он подарил нам апостолов, так как телу Ешо, да, он подарил евангелистов, он подарил пророков, учителей, значит, и пастырей, да, для того, чтобы созидалось его тело, чтобы мы приходили в полный возраст Христоса, чтобы мы возрастали духовно. Есть в этом, как бы, Божья воля. Зачем искать чего-то другого, понимаете, то есть главное находить именно вот Божьи пути для того, чтобы понять, именно как это дело, значит, воплощать в жизнь. И еще один добрый совет дал Итро, Иофор, он помог Маше сосредоточиться на своей главной задаче. Он сказал, Маше, у тебя вот, ты должен делать самое главное, что ты должен, ну, что вообще может быть между Богом, вернее, ну да, что может делать вообще руководитель народа. Самое главное, ты говоришь, научай их, то есть народ, уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. То есть это самое-самое, что нужно было народу и в этот период, я так понимаю, и это всегда, это как бы принцип идущего века. То есть это принцип, который говорит, что, чему должны учить руководители, прежде всего, руководители Божьего народа, да, те, кто поставлены Господом, чему они должны учить. Давайте еще раз посчитаем. Научай их уставам и законам, это первое, да, второе, указывай, это ключевые слова сейчас, указывай им путь его, то есть Божий путь, да, по которому они должны идти, и дела, ну, то есть Божьи дела, которые они должны делать. Значит, ну, с законами как-то более-менее понятно, да, то есть закон это такой приказ, да, который говорит, что надо делать. Ну, вот я как, сейчас, немножечко еще, и устав, вот, уставы это каким образом делать? Я как бывший военный могу так вот рассказать, есть закон о вооруженных силах, там рассказано, зачем вооруженные силы, значит, что они должны делать. И есть множество уставов, гарнизонная караульная служба, мужчины улыбаются, значит, боевые уставы о боевом применении каждого рода и вида войск, как вообще войсковые, как служба организовывается, то есть это каким образом этот закон воплощает жизнь. Ну, здесь более-менее понятно, да, мы знаем, каждый из нас сейчас вспомнит множество законов и уставов. Вот, значит, с делами тоже вроде бы понятно, да, добрые дела, ну, мы знаем, значит, что добрые дела, они, как бы, тоже нам и известны. Ну, вот, что такое пути Божьи, вот, что такое пути Божьи, да, как-то, как-то немножечко неопределенное, какое-то такое движение, вот, но трудно ухватиться, да, вот, чтобы так сразу сказать, что такое путь Божий, да. Вот, значит, ну, если путь, скажем так, в обыденном значении обозначает направление движения, да, ну, и решение, куда идти, там, каким образом и так далее, то путь Божий, он, наверное, тоже согласуется с этим, потому что вообще в Слове Божьем, я посмотрел, около 800 раз упоминаются Божьи пути, ну, то в контексте, о котором я вам говорю. Это, наверное, очень важно, да, вот, и тем более это может быть важно, потому что Бог, он различает, он как-то постоянно напоминает о своих путях. Я тоже в одном из комментариев как-то вам говорил, да, о том, что Божьи пути, это хорошо, когда мы ходим Божьими путями. Он показал, то есть Бог, это Псалом 102 стих 7, пути свои Моисею, сынам, израилам, дела свои. Давид, он просил, укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. То есть мы видим, что Бог различает между путями и между делами. Вот, и я бы хотел, чтобы мы, вот, я в меру своих сил постараюсь, значит, остановиться немножечко на этом, чтобы понять, потому что это очень важно. Моисей просил Бога, молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. Оказывается, мы должны познать, чтобы Бог нам открыл путь, сами мы-то не можем о чем-то познать, а только если Он нам откроет. Чтобы, дальше он говорит, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. То есть если мы хотим приобрести благоволение в очах Божьих, значит, нам надо вот этот путь, нам понять, что это за путь Божий. И тем более это, наверное, важно, мы же хотим быть благословенными, да. А Слово Божие говорит, что блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118. Ну, имеется в виду блаженны непорочные в пути Божьем, которые ходящие в законе Господнем. Здесь мы видим уже связь и законы. То есть законы, они сами по себе как бы тоже, они нужны в пути, да. И я хочу сказать, что для человека, верующего, одинаково нужны и законы, и пути, и дела Божьи. Вот. Законы, понятно, да, дела, значит, понятно. Значит, еще раз вернемся к путям. Дадим формулировку. Путь Божий в библейском смысле обозначает выбор правильного направления движения человека в жизни. Это я так для себя определил. Определение Божьих ориентиров на этом пути, принятие на этом пути мудрых решений, забота о безопасности, о том, чтобы не заблудиться. Мы видим, что здесь есть определенная динамика какая-то, да. То есть мы видим, что есть здесь движение. Вот. На этом пути, как мы видим, надо ходить в законе Господнем, как я раньше говорил, да. То есть блаженные непрочные пути, ходящие в Господь, нужны законы. Сто процентов. Вот. Но получается, что это еще не все. То есть закон, он имеет определенную статику, да. По большому счету, давайте будем говорить, что можно знать законы Божьи, можно делать дела Божьи. И по большому счету можно не верить в Бога. Или я не прав. Можно делать, понимаете. Так иногда и получается, понимаете. Когда люди выбирают законы, когда они выбирают дела. Но они не в пути. Но пусть подразумевает нечто большее, чем дела и законы. Я сейчас еще дальше пойду. Смотрите. Благо и праведен Господь, посему, наставляет грешников на путь. Псалом 24. То есть оказывается, в пути мы должны иметь наставление Божье, да. То есть мы не просто там идем что-то. В этот момент мы взаимодействуем с Богом. Значит, Псалом 24, 12. Кто есть человек, боящийся Бога? Ему он укажет путь, который избрать. Классно. Классно, 31 словом. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, окно мое на тобою. Вау. Глубина какая, да. То есть, значит, когда мы в пути, значит, соответственно, что-то происходит. Бог с нами говорит. Он нас наставляет. Он нас учит. Он нас наряжает. Вот почему. И что он сказал? Я есть закон? Нет. Дело? Он говорит, я есть путь. Истина и жизнь. Вы знаете, он не отрицал законы Божьи. Он говорит, я вообще-то пришел их исполнить. Он не отрицал дела Божьи. Он говорит, делайте дела Божьи. Вот первое дело, что делаете? В меня веруете. Классно. И все у вас будет хорошо. Но он выбрал вот это определение себя. Я есть путь истины и жизни. Это мое самое любимое место в слове. Почему? Потому что в нем чувствуется глубина, динамика. Оно все в себя выбирает. И законы Божьи, и пути. И, в общем, все-все-все, оно в этом есть. Это знаете, как я определяю путь? Можно представить себя. То есть, мы выбрали какой-то путь. Вот, Божьи путь. И что мы сделали? Мы взяли, берем самое необходимое. Потому что пути надо, ну все не утащишь. Мебель там и так далее. Значит, потом берем самое необходимое. Что необходимо? Законы, да? Необходимы, значит, его уставы необходимы. Необходимы дела тоже необходимы. Но законы и уставы где мы храним? Куда мы их кладем? А, грамотно. Слава Господу за вас. Да, мы храним сердце. Пусть храним сердце, ибо из него, значит, да, источники жизни. А дела мы что? Дела кладем себе за плечи, в рюкзак, да? И мы отправляемся в путь. И в этом пути мы имеем отношение с Богом. В этом пути, значит, мы что? Мы можем позвонить ему, ну, условно я говорю, в молитве там и так далее. Мы можем его чпс, взять его слово, да? Так, значит, посмотреть там куда. Вот что оно обозначает. Оно обозначает процесс. И в этом пути что мы делаем? В этом пути мы все делаем, понимаете? Мы исполняем законы, мы познаем Бога, Его доброту, Его красоту. Мы все познаем, мы начинаем доверять Ему и так далее, понимаете? Вот что такое путь. Почему важно, чтобы Маше, он учил путям Божьим? Почему важно для нас делать вот этот вывод? И поэтому, когда Маше, он просил, открой мне путь твой, он пророческий, он говорил о Маше, правильно? Вот где путь, потому что он, он есть путь. И знаете, я бы хотел бы, чтобы мы все-таки еще раз, вот этот момент пути, еще раз посмотрели. Почему, что такое пути для нас практически? Вы знаете, путей Божьих много. Ну, например, вот у нас очень много разных, таких, знаете, задач, мыслей, направлений, чего мы хотим. Ну, что мы хотим? Первое, мы хотим быть здоровы, правильно? Друзья, и можно, знаете, можно, так сказать, обходиться только законом. Например, Господь благословит и пища, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот, и все. А есть путь, значит, есть путь, значит, Божий. И мы читаем, и мы, когда мы читаем слово, открываем, мы видим о том, чтобы мы должны, там, не объедаться, там, мы должны, значит, заботу о себе не превращать в похоть и так далее. Ну, это так, на скидку говорю. Есть путь, например, создания семьи. Вот, да? Ну, имеется в виду, что тут уже есть семья, например, хотя и поиски, это тоже путь. Вот. И есть путь созидания семьи, да? Можно очень четко обойтись вообще-то законом каким-то. Например, жена-то боится мужа своего. Я тебе говорю, убоится, убоись меня. Ну, правильно, понимаете, но это не путь, правильно? Потому что жена, она может сказать, ну, тогда возлюби меня, как Иисус возлюбил церковь, да, дай за меня жизнь, да, чтобы я видела. Ну, все по слову. Значит, понимаете, но если мы говорим о пути в этом, то есть, то мы поднимаем слово, да, значит, и мы начинаем смотреть, а как же зазидать семью? То есть, как нам пойти в путь, чтобы вместе с Богом, если у нас какие-то проблемы, молитвы вместе, если у нас какие-то, значит, там, ссоры, они тоже бывают, значит, ну, прощают друг друга и так далее. И мы видим, что это путь, да? Или, например, мы хотим, чтобы у нас все было, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было, понимаете, как говорят в Одессе. Ну, чтобы у нас был достаток, чтобы был избыток даже, кроме достатка, да? Вот, нормальное желание, Бог не против, Он говорит, носите хорошие одежды. Ребята, если там надал богатство, знаете, что я дал, пользуйтесь, вот, ну, берите только часть свою. Там написано, кстати, часть своя, там, несу богатство, оно принадлежит нам. Вот, значит, так вот, смотрите, можно, допустим, как получить, допустим, вот этот вот достаток? Можно говорить, и это есть в народе Божьем, я верю, Бог мне даст. Я очень верю, Он мне даст. Вот, и я даже, вот сейчас лежу на диване, но я верю, Он мне даст. Я даже не пошел на работу, но я все равно верю, Он мне даст. Ну, это я утрирую, вот, но суть такая есть, такая позиция. Я верю, Он обо мне позаботится. Но Он позаботится не тем, что Он тебе мешок с деньгами сбросит, Он позаботится, что Он тебе научит своим путям, как приобретать достаток. И там есть, там написано, не ленись, дальше всем своим имением приобретай, что знание, мудрость, да? И написано, и с умением твой дом наполнится чем-то, ценным имуществом, весь путь, понимаете? Не лениться, работай своими руками и так далее. Вот, вот что такое путь, вместе с Богом, потому что этот путь будет длинный. Так быстро не получится, не знаю, как у вас. Вот, не получается почему-то быстро так, чтобы, знаешь, захотел, встал на путь, вот, и чтобы все получилось, чтобы характер получил на этом пути классный. Не получается быстро, обламывает Господь, обрезает, понимаете? Вот, значит, если там ленись, научает и так далее. Но это путь, вот что такое. То есть, вы понимаете, таким образом мы смотрим, что везде, в каждой сфере нашей жизни есть путь. Вот, и это путь не закон. Мы можем выбрать закон, друзья. Мы можем выбрать закон. Вот, вот, в данном случае, в 19 главе мы видим, что Бог, он хотел встретиться со своим народом, да? Он хотел, чтобы его народ, он, это из нашего, то есть я в 18 главу рассмотрел, в 19 я уже заканчиваю. Значит, в 19 главе мы видим, что он хотел встретиться со своим народом. Вот, значит, и он говорит, Маш, ты же видел, я как на линии крылья привезу куда? К себе. Теперь я хочу встретиться с народом. Освяти народ, пусть они вымоют одежды, пусть они не прорываются преждевременно к горе. В свое время, когда будет протяжный звук, они пойдут. Бог хотел встретиться, там в контексте даже не совсем понятно, почему они не взошли, ну, типа, Бог им запретил. Не-не-не, во второзаконии, 5 глава, 5 стих, не видно, Маш и говорил народу, ну, вы побоялись огня. То есть они побоялись, они выбрали немножечко по-другому, они выбрали, в общем-то, закон. Они сказали, ты послушай и передай нам. Мы не хотим туда подниматься, страшно. Знаете, иногда нам тоже некоторым страшно подниматься на город, почему? А вдруг он что-то скажет, чего они ожидают? Ну, например, там, просят, там, это, я же в моем болоте, мне же так хорошо. Не, ну, реально, друзья, мы часто сидим в болотах, понимаете, и мы привыкли, там тепло, там уже как-то, ну, камыши, все, вот. Но Бог не хочет, чтобы мы там сидели, понимаете. Он хочет поставить нас на прямой путь, на котором даже написано, у пророка, помните, да, на котором даже неопытный не заблудится. Он говорит, выйди оттуда, вот, из своих проблем, из своих непониманий, встань на муж путь, вот, посмотри, о чем я тебе говорю, вот, и научись у меня. Придите ко мне, если трудающие, я примененный, я научу, я успокую, я дам вам, я есть путь. Поэтому все, что мы ищем, друзья, мы можем найти только в Ишуа Хамашихе, потому что он есть путь. Мы ищем семью, она в Ишуа, счастливая семья. Значит, мы ищем служение, она тоже в Ишуа. Мы ищем достаток, он тоже там, он в Ишуа, в его путях. Понимаете, это та мысль, которую я сегодня хотел бы, как бы, донести до вас. Ну, для меня это очень важно. Я надеюсь, вы, я хоть немножко, я донес, и пусть Господь благословит всех нас, да, чтобы мы избирали правильные Божьи пути, чтобы мы всегда имели что в сердце от Господа, да, чтобы у нас всегда в языке были добрые дела, потому что, ну, добрые дела, они следствие нашего пути. И знаете, я хочу сказать, я хочу сказать, что, вот, я тогда затронул вопрос о чудесах, о чудесах, да, о том, что, ну, блажение ходить путями. Почему? Потому что они научают, они как бы тебя делают успешным сегодня, завтра, а чудеса тебя делают счастливым периодически. Понимаете? Вот, я за чудеса, я все время жду Божьих чудес, я ищу Божьих чудес, мне сейчас нужны Божьи чудеса в ряде, там, направлений и так далее. Вопрос не в этом. Ну, блажение ходить путями. И я хочу сказать, более того, что если чудеса не происходят в жизни человека, что это означает? Он просто не идет. Понимаете? Он просто, он просто сидит. Или он там, я не знаю, лежит, может быть, на диване. Вот, он просто идет. Надо встать на этот путь. И первое, что мы должны сделать, конечно, друзья, это урок тоже этого, это встретиться с Господом. Без этого не будет пути, друзья. Без этого будет, ну, нету выбора. Или встретиться с Господом, или закон, и дела. Если мы встречаемся, это не решает всех наших вопросов. Даже встреча с Господом, она все равно не решает, как бы, нашего познания Господа. Но она дает точку отсчета. Господа мы познаем в этом пути, Его доброту, да? Как мы можем такого пути узнать? Его забота у нас, как можем узнать? Только когда Он помогает нам, да? И так далее. Это все пути. Поэтому, если чудеса не происходят, друзья, значит, надо задуматься, надо помолиться. И надо встретиться с Господом. Надо зайти на Его молитвенную гору, да? Встретиться с Ним. Попросить прощения за то, что не искал Его и не было этой встречи. Попросить, чтобы Он пришел в жизнь. Мы сегодня пели о Духе Святом. И пусть Дух Святой придет, наполнит нас и помогает нам во всем. А нашему Господу за все честь, слава и хвала. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok